Организация «Эрвита» основывалась с маленького кружка в эколого-биологическом центре «Маленький принц». Сейчас в ней состоят уже более 800 человек. Ученики школы, выпускники, родители и учителя. Всех их объединяет желание сохранять природу и поддерживать ее чистоту. Потому что сейчас очень много срубают деревьев и почти не осталось лесов. А мы хотим хоть как-то спасти леса. И поэтому сдаем аквилатуру, чтобы на эти деньги сажать деревья. Хотим, чтобы нашим детям, чтобы дети увидели природу. Потому что сейчас ее мы видим, но, мне кажется, через лет пять ее уже не будет, если будет продолжаться. С каждым годом становится ее все меньше и меньше. Мы хотим сохранить. Макулатуру здесь собирают регулярно и по всему селу. Школа выделила организации «Нерабочую душевую». В ней хранят старые газеты, учебники и журналы. В этот раз ребята сдали около тонны макулатуры. Детям все это нравится. Детям, да. Вот я кажется, что детей плохих не бывает. Дети все хорошие. И что им привьешь, вот это все хорошее. И все это идет. Я хочу, дети очень хорошие. И они идут всегда навстречу. Любая какая бы акция, не шла, дети в первых летах. Это наша жизнь, это на будущее наше. Это наши дети. Это там надо все сохранять. Это леса. Это кислород, в конце концов. На вырученные средства школа приобретает саженцы деревьев и семена. В планах ко дню Черного моря очистить лиман от накопившегося мусора и провести субботник на Витязевских пляжах. По словам руководителя Эрвиты Лидии Чапуровой, такие мероприятия не только помогают улучшить экологию, но и приучают детей беречь природу.